Светники вдоль дорог это из многолетних цветов, но здесь существующее насаждение. Дизайнеры предлагают две концепции благоустройства нового сквера у храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Сделать здесь зеленый уголок с лавочками и детской площадкой предложили сами жители. Эта территория находится в частной собственности, но городским властям удалось договориться с собственником о выделении участка для сквера. Один из вариантов оформления парковой дизайнеры предлагают посадить у храма многолетние цветы, липы, каштаны и декоративные яблони, установить скамейки. Второй вариант – олейный. Сквер будет иметь двоичное параллельное строение, то есть первая аллея – это торжественная для торжественных мероприятий, и вторая – зона, которая будет активно использоваться жителями и детьми для активного отдыха. Парковым будет сквер или олейным – более детально этот вопрос обсудят на следующей встрече с участием собственника земли и инициативной группой жителей, которые также обещали принимать активное участие в содержании нового сквера. На совещании обсудили еще одну инициативу – создание в Самаре первого тактильного сада. Это специальная территория для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в этом году в качестве эксперимента такой тактильный сад запланировано оборудовать в Струковском парке во время фестиваля цветов. Они имеют ощущение и по запахам, по тому, почему ты ходишь, что ты трогаешь. Это достаточно, на наш взгляд, интересная история для людей, которые ограничены в своих возможностях. Участники встречи обратились к Елене Лапушкиной с предложением высаживать больше новых деревьев в городе. Может быть, нам организовать какую-то акцию, чтобы мы откликнулись все ландшафтники, чтобы нам дали место, чтобы мы начали сажать склонные растения, восстанавливать люки нашего города. Глава города идею поддержала, но важно учесть и вопрос ухода за молодыми деревьями. К этому общему делу могут подключиться все самарцы. Мы должны людей в это вовлечь, просто людей, пока каждый человек не осознает, что он тоже отвечает и несет ответственность за свое будущее, за будущее своей семьи. Хочется дышать свежим воздухом, у тебя возмущает спил деревьев и так далее, у тебя есть уникальная возможность, вот территория, ты можешь за этим деревом ухаживать и так далее. Глава города поручила профильному департаменту подготовить возможные варианты участков, где можно будет высадить деревья. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.